То есть вопросы наши будут касаться непосредственно снятия мерочек, как мы с вами и обещали. Итак, первый вопрос у Татьяны Поляковой. Он звучал так. Где завязывать шнурок по линии талии у полных женщин? Вот посмотрите, я постаралась схематично, конечно, изобразить вот эту полную женщину. Видите, что с ними получается? Получается, что у них естественная линия талии уходит немножко ниже, чем наша любимая вот эта горизонтальная полоска. Как нужно завязать ей шнурочек? Помните, я все время вам говорю в видео школе и везде, что сзади шнурочек начинает устанавливаться вот в этой вот самой нижней точке. То есть, когда ниже по спинке, вы его опустить уже не можете. Он у вас прямо опирается вот в эти вот наши косточки, которые сзади есть. Понимаете, вот сзади опускайте его как можно ниже. Затем туго-туго завязываете. Завязываете его очень туго. И при этом впереди вы его устанавливаете строго параллельно линии пола, линии низа. Потому что он будет норовить у вас соскользнуть вот в эту ямку. Когда конкретно такой ямки нет, просто животик беременный, он может подскочить вот сюда наверх. Видите? И это тоже будет неправильно. Потому что наша задача вот в этот раз, когда мы снимаем мерочки в первый раз, нам нужно определить самое главное – это осанку фигуры. Как только мы определим правильно осанку фигурки, наши фигуры, значит, наша выкройка безо всяких-всяких сядет на нас хорошо. Определение осанки – наиважнейший момент в снятии мерочек. Вы можете сделать похудеть, поправиться в будущем. Вы потом перемирите мерочки, полобхват груди, талии, бедер. Но осанка, как правило, остается неизменной. Поэтому стараемся очень правильно и очень точно последить за этой осанкой. И качеством этого будет прежде всего вот такой вот завязанный шнурочек. Поэтому я завязываю его немножко туже, чем нам надо. Беру этот шнурочек из такой хлопчатобумажной. Шнурки от ботиночек можно брать, чтобы он не скользил у вас на фигурке. То есть завязываете его туго, поправляете, держите вот в таком положении. Плечико, так называемое, которое мы устанавливаем вот сюда, тоже располагаете таким образом, чтобы у вас оно делило ваше плечо ровно пополам. И тогда уже от высшей точки плеча меряете мерочку ДТП и меряете мерочку ДТС. И разница между ДТП и ДТС будет так называемым балансом. Если этот баланс у вас, это значение от 1 до 3, осанка обычная. Если больше 4 сантиметров 5, 6, 7 сантиметров 4, это уже осанка перегибистая. Если у вас будет меньше 1, то есть 0, разница, фигурка будет сутулая. Что надо в этом случае делать? Расширяем ответы на вопросы. Конечно, немножко подкорректировать нашу фигурку, если она оказалась сутулая. Посмотрите, достаточно на полсантиметра сдвинуть плечико назад, спинка станет на полсантиметра короче, полочка станет на полсантиметра длиннее. И баланс характеристика его уже улучшится. Понимаете? Но грешить сильно нельзя. При этом все время смотрим вот на эту вот линию. Ну вот, собственно, и все. Ну давайте уже, чтобы проширенный такой ответ у нас получился. Запоминайте и применяйте всегда. Если фигура перегибистая, нагрудную выточку, как правило, нужно увеличивать. Потом. А если фигура сутулая, нагрудную выточку нужно уменьшать. Потом. Когда вы сначала строите выточку по формуле, потом смотрите за точками P1 и P2, чтобы расстояние между ними по высоте было 1,5-2-2,5 сантиметра. Это идеальное наше значение. В случае сутулой фигуры, чтобы это было хотя бы 3, а в случае фигуры перегибистой, это было хотя бы 1 сантиметр. Можно, конечно, и 0 брать, но нежелательно. Все-таки 1 сантиметр будет лучше. Следующий вопрос от Людмилы. Как правильно выбрать конечные точки плеча? Все время хочется укоротить. Совершенно верно. Это самое распространенное наше желание, когда мы снимаем мерочки. Посмотрите, как правило, такой вопрос возникает у тех, у кого нет ярко выраженной точки, конечной точки плечевого шва. То есть ручки поправились. Видите, как они выглядят, да? Плечики такие, какие они есть. И получается в точке перехода вот такая плавная линия. То есть как бы даже ямка, вместо того, чтобы было такое вот красивое оформленное плечико, как бывает у худеньких, у полненьких женщин, это плечико как бы вот так вот становится очень плоским в этом месте. И поэтому вам хочется все время укоротить это плечо. Но в момент снятия мерочек вы старайтесь все-таки его не укорачивать. Почему? Потому что, давайте я покажу, что бывает. Потому что, смотрите, вот я сейчас выбрала точку P1. Вот у нас точка P1, да? Я ее выбрала все-таки неукороченную. Мне было трудно, но я нашла этот переход. Я как бы мысленно сделала, продлила вот это плечико сюда, и потом также мысленно продлила свою ручку вот сюда. Видите, как я бы сделала, я как бы мысленно сделала, да? И тогда моя точка P1 вот куда попадает. Да, плечико кажется расширенным, но это влияет на общий внешний вид. Посмотрите, если вы нашли точку конечную плечевого шва правильно, да, она обязана, сама пройма, это же начало проймы со стороны плечей, да, сюда рукавчик будем пришивать. Сама проймочка проходит через верхний уголочек подмышечной впадины. Мы его хорошо видим. Она не может проходить ни левее, ни правее, тогда это будет искажение, да? Поэтому направление дальше какое идет, видите, вверху немножко пошире, к этой точке немножко сужается. И оптические иллюзии срабатывают таким образом, что дальше они сужаются к области талии. То есть у вас внешний вид вашего изделия с боковыми швами задается вот такой вот перевернутой трапецией. И оптические иллюзии работают так, что талия при этом становится тоньше. Вот это очень важный момент, и нужно нам его представить и понять. А вот когда вы делаете эту плечо короче себе, дальше вот такие вот, вот так вот вы его делаете, да, дальше у вас оптические иллюзии работают так, что талия, видите, в каком направлении идет? То есть талия расширяется. Когда вы делаете практически вертикальную линию, ну давайте я синим цветом ее проведу, чтобы было ее видно, талия у нас получается толстенькая, широкая. Нам это совсем-совсем не нужно. То есть так работают оптические иллюзии. И таким образом на форму, правильную форму нашего изделия влияет все-таки плечо, в таких случаях чуть расширенное, чем наоборот. Понимаете? Тогда у нас будет все на своих местах. Ну и, конечно, следом за этим возникает вопрос. У нас же появилась вот здесь вот пустота пространства в точке, в линии стачивания рукава с проймой в конечной точке плеча. У нас появляется такая пустота. И поэтому я заполняю эту пустоту вот такой вот плечевой накладочкой. Я ее в профиль вам рисую. Понимаете? То есть вы делаете вот тоненькую плечевую накладку. Приспособьтесь. Раньше мы все плечики шили сами. Чтобы она у вас не поднимала вот эту точку около шеи, да? Это нам совсем не нужно, иначе богатырские плечи будут. А только поддерживала линию проймы, заполняла ее. А потом рукавчик сам вы пришивать будете вот сюда. Так, я неверно нарисовала. Вот так мне надо. И вот это будут припуски. У нас припуск на рукаве будет лежать на самой линии проймы. На самом вот этом вот валике. Такой небольшой валик создается. И этот валик поможет вам сделать линию плечей вашего изделия очень четкой, очень такой вот графичной и очень правильной. Когда линия плечей оформляется вот так вот спрямленными уголочками, тогда ваш силуэт стремится к вытянутому прямоугольничку, и вы кажетесь уже. Когда у вас линия плечей оформляется вот так овально, что бывает часто в силуэтах уверсайз и рукавов со спущенной проймой, то ваш силуэт стремится к овалу, и тогда вы кажетесь немножко полнее. Пожалуйста, учитывайте это, когда вы создаете свои вещи. Чего вы хотите добиваться в том или ином случае. Следующий вопрос у нас был от нотарьи. Какие изменения нужно вносить в основу, если появился седьмой шейный позвонок, вот здесь вот, да, вы видите уже вот эту вот, припушшую вот эту часть, и надо ли что-то измерять при этом? Измерять при этом, девочки, ничего, конечно же, не надо. У вас у всех есть книга, надеюсь, если нет, то электронная версия, если не бумажная, то электронная версия. Вы аккуратно ее читаете, и вы никак не можете пройти в этот момент страничку 30-ю, на которой у вас есть табличка «Ширина горловины спинки». И на полочке вы делаете 7 сантиметров, если размер у вас не зашкаливает до 62-го, 4-го, да, а на спинке вы добавляете туда определенные миллиметры. Вот, например, у меня размер 48-й, но я себе уже делаю ширину горловины спинки 8, а вам рекомендую есть, потому что у меня уже его видно. А если его не видно, делайте 7. То есть вы размеры берете вот из этой таблички. Никаких дополнительных измерений делать не нужно. И Вера, галифе, если у нас, последний вопрос был, Верочка, если у нас у фигурки плоские ягодицы, выступающий живот и галифе, то есть низкий уровень бедер, где снимать мерку полуобхвата бедра для брюк? Любая мерка полуобхвата бедра снимается по самому широкому участку нашей фигуры. То есть нужно опустить сантиметровую ленточку так, чтобы вы захватили вот эти вот широкие бедра в нижней нашей части. И когда вы захватите, ленточка идет все равно параллельно полу. Так как есть выступ живота, вы берете линейку, от животика устанавливаете ее, постараюсь нарисовать сейчас, так. Ягодицы плоские у нас сзади, да. Ну, есть выступ, есть выступ животика. Так вот как-то я нарисую. Вот такая фигурка у нас, да. Выступ живота, плоские ягодицы. И вот здесь, вот в этом месте у нас еще есть вторые бедра. Тогда надо измерять вот таким образом. Вот здесь стоит линейка, и линия бедер спускается как можно ниже, стараясь захватить вот эти вот вторые бедра, да, и проходит параллельно при этом полу. А линейка отодвигает нашу линию, сантиметровую ленту, именно на выступ животика отодвигает. Ну, если нарисовать это сбоку, так, сейчас попробую нарисовать так, как у нас получится, вот, то она должна выглядеть все равно примерно вот таким вот образом, чтобы вы захватывали самую широкую часть. Иначе брючки будут построены неверно. Милана. Добрый день, Галина Леонидовна. У мамы очень перегибистая фигура. Грудь колесом, спина узкая. Какие корректировки необходимы? Никаких, Миланочка, необходимых корректировок. Просто надо очень точно снять ваши балансовые мерочки. Просто очень точно. Пожалуйста, даже если вы где-то в мерках ШГ2, ШГ1 немножко заблудитесь, ваша примерка, она вам подскажет, что нужно подкорректировать, да. Старайтесь не затолкать при измерении мерочки ШГ2 вашу сантиметровую ленточку под мышку глубоко. Ориентируйтесь на косточку от бюстгальтера в этом месте и под мышку не толкайте, чтобы мерка ШГ2 правильно помогла вам определить начало проймы. Если грудка у нас большая, увеличенная, то мы обязательно должны эту мерочку отложить точно, чтобы пройма оказалась в том месте, в каком она есть реально на вашей фигурке, на маме, да. И сантиметровая ленточка, опять, как я уже начинала этот эфир, сзади опускается очень низко на ваши косточки, а впереди аккуратненько выводится параллельно полу. Когда мы будем, и только в этом случае, ну и, конечно, плечевой шовчик вот здесь вот тоже устанавливается туда, куда нам надо строго посерединке плеча, и спокойно замеряете вот эти балансовые мерочки. Вот это будет самым главным, а все остальное вам уже подскажет ваша выкройка. Вы будете, конечно, у такой фигурки добавлять раствор на грудной выточке, потому что надо будет опустить точку П1 пониже. С точкой П2 мы, девочки, ничего не можем делать, потому что, как измерили косую мерочку, меньше мы ее делать не имеем права. И когда мы балансируем для сутулых фигур или для перегибистых наше положение точек П1 и П2, работает, как правило, только точка П1. Мы меняем положение точки П1, а для этого мы меняем раствор на грудной выточке, для того, чтобы они у нас, точка П2 и П1, оказались в правильном положении относительно друг друга. И тогда у нас нарисуется правильная пройма. А кто работает со мной и кто опытный уже более-менее человек, он прекрасно понимает и убедился в этом на практике, что критерием посадки хорошей нашей выкройки ваших изделий является именно правильная пройма. Это когда точки П1 и П2, П1 ниже П2 на полтора, два, два с половиной сантиметра. И когда у нас в точках П1 и П2 рисуются прямые уголочки. Вот это будет ваш критерий. Как только нарисуете такую пройму, все у вас получится. Всем всего доброго. Грызите гранит науки. Учитесь дальше. Вникайте в тонкости, в мелочи, вот в эти подробности. И тогда успех у вас неизбежен. Вы также будете работать с одной примерочкой.